Лошади с древности используются человеком в пищу и для получения шкур. Они неотъемлемые помощники ведений сельского хозяйства. По сей день их используют как средство передвижения и участия в спортивных мероприятиях. О проблемах в этой отрасли расскажут мои коллеги. Современная лошадь уже не является незаменимым животным, но при этом прирученная человеком она нуждается в его помощи и уходе. И поэтому просто невыносимо смотреть, когда эти животные остаются безнадзорными и вынуждены искать себе пропитание на помойках и даже жеребиться прямо на улице, создавая опасность для своего приплода. Где хозяева и почему не бросаются их питомцев на произвол судьбы? Сейчас проблема у нас стала в поселке Усьмая. Это о том, что ответственность не несут и не принимают свои обязанности. Это владельцы, которые даже не показывают, где у них содержатся лошади сейчас в данный момент. И не признают тех лошадей, которые у нас по поселку Усьмая ходят и пройдут. Также нужно, чтобы наши владельцы имели каждый бы свое клеймо, чтобы определять, где лошади находятся и чьи. Лошади в населенном пути не всегда безопасны. Они создают проблемы на улицах поселка, пугают детей, наносят вред огородам. Какие меры воздействия можно применить горе-владельцам животных? Эта проблема у нас, конечно, долгое время уже, как бы нерешенная. В каком плане? Нам необходимо, нету соответствующего законодательства у нас. То есть мы не можем действовать, то есть как принято в других регионах, там в виде штрафстоянок для домашних животных применяются они. То есть если она без надзора бродит, ее отлавливают, ставят, кормят, и там просечение полугода, согласно гражданскому законодательству, они оформляют собственность, либо выставляют счет собственнику с наложением административного штрафа. Хочется обратиться к владельцам лошадей, они нуждаются в вашей помощи, не бросайте их на произвол судьбы. Елена Александрова, Тимур Канаев, Арман Александров, НВК «Сахаус», Майский район.